запусти музыку и скинь в чатик ссылку я преданным фанатам которые не сидят на эквизии у меня хорошо сейчас ссылку на твич смысл да я скинул всем привет кто вечер первое же сообщение извините за простой мы тут как бы немножко увлеклись обсуждением событий предыдущих ночей и планов на следующие сегодня у нас четвертая сессия наши хроники по vampire the masquerade nightmare fuel и традиционный вопрос нужен ли река какой то есть если все помнят что произошло прошлой прошлой ночи кто так страшно шумит хватит ерзать если нужен река кому-то в общем то я могу провести мне кажется что он нужен река ты все помнишь просто не мне кажется что река всегда полезен потому что всегда будут люди которые случайно пропустили сессию не могли посмотреть и так далее мы потратим пять минут своего времени а для наших зрителей это будет очень полезно поэтому никита стреляй ты можешь мы в тебе верим хорошо краткий рекап того что произошло ранее в night night fuel который молодых живаний которые за глаза называют гейбс бейбс да не прекрати шумить пожалуйста невозможно получила задачу от семьи наладить торговлю кокаином чтобы семьи ротштейн был новый источник дохода им дали контакты на колумбийских поставщиков с которыми они успешно встретились и заключили сделку на покупку первых десяти килограмм впоследствии в общем то которая договорилась с другой который живание которая называется корсары чтобы им помогли с хранением и распространением части этого пакета тем не менее несмотря на то что вопрос сделки был решен достаточно успешно и прямолинейно очень много проблем было встречено по пути по тем или иным причинам и начать хотя бы с того что энтони ротштейн неудачно попытался заняться воровством в казино тропикана и столкнулся с местной мафии которая его крышует поэтому теперь он в течение 48 часов должен дать им информацию на одного из своих родственников доминика лузатто что еще что еще стоит упомянуть на прошлой сессии гейбриэл лузатто помогая своему товарищу тони организовать выставку его картин познакомил его с местным местным старейшиной ториадор по имени себастьян сенс и они договорились на определенного рода сотрудничество в клубе гейба хрустальной луне произошло очень много очень много деструктивных событий прошлой ночью когда катария разругалась и многие ее члены впали во фрэнзи вот и что еще стоит упомянуть что еще важно а вечеринку в казино а вот но ситуация с филиппом это тоже личная личный вопрос тони что то не познакомился со своеобразным представителем мира мертвых с которым он договорился об обмене информации свою часть информации он ему уже дал и он ожидает помощи призрака который назывался филипп впоследствии и после да после заключения сделки давид лузатто повел колумбийских поставщиков отпраздновать в казино сидзерс пэлэс которая администрирует родственник семьи по имени чарльз ротштейн и вечеринка пошла не совсем гладко потому что в отличие от своего босса один из колумбийцев оставался трезвым очень много выиграл вот какие-то еще вопросы по каким-то моментам есть если что-то забыл пишите в чате потому что на самом деле произошло всего много и если вы пропустили что-то что-то конкретное какой-то конкретный кусок я могу его сейчас но если я буду описывать все что потребуется столько же времени сколько сессии и что произошло всего очень много единственный момент у тебя тоже посторонние звуки очень сильные ты сейчас обо что-то чем-то ударил и это очень много спасибо мы все тебя за это очень любим на гернах старт в районе пути поехали Скажите мне, пошла ли музыка? Лудинг? Гаджет? Хорошо, сегодня 28 октября 1980 года, у вас верится, и мы продолжаем нашу игру, Даня, очень много шума, прям невозможно, каждую секунду что-то, бам-бам-бу-бу. Начнем мы с Габриэля, который просыпается в своем хевне, тратя пункт крови на пробуждение, восстанавливая одно очко силы воли. Я просыпаюсь, встаю, осматриваюсь, все по-прежнему, никто не залез ко мне днем. Нет, в твоем доме все в абсолютном порядке, ты замечаешь, что у тебя на пейджере висят несколько сообщений. Ты видишь сообщение от гуля семьи по имени Фрэнсис, который просит тебя срочно позвонить, как только ты проснешься. Хорошо, последующие. Все с одним и тем же содержанием. Там есть время? Первое сообщение пришло в середине дня, второе сообщение ближе к вечеру и третье пришло буквально только что. На секунду меня это ошеломляет, я пытаюсь понять, какой смысл просто писать на несколько раз. Но, видимо, у них что-то серьезное случилось. Так что я иду в комнату. Знаю ли я его телефон? Да, у тебя есть в записной книжке телефон Фрэнсиса абсолютно. Тебе приходится поискать его, потому что это, как сказать, ты нечасто ему звонишь. Набираю, даже пока не принимая душ, ничего не делая, не готовясь к следующей ночи. Ты слышишь голос Фрэнсиса? Да, я слышу. Фрэнсис, это Габриэль. Что-то случилось у вас? Отлично, ты один из первых. У нас у всех что-то случилось. Дом Вильяма Кавальканта сгорел сегодня днем. Я обзваниваю всех, пока не проснулся старший, чтобы убедиться, что у всех все в порядке и что это неспланированная атака или что-то вроде того. Я на секунду задумываюсь. Вильям Кавальканта, я вообще знаю какого. Он же Билли. Ах, Билли. Ах, Билли. Ну, ничего себе. Ну, у меня вроде бы все в порядке, что известно об этом. Что уже мы знаем. Ну, официальная версия, что он заснул сигареты в руках. Что конкретно произошло, я, естественно, сказать не могу. Понятия не имею. Черт. Я... Я ошарашился в этом. Еще что-то известно? Что спирается делать наше? Габриэл, у тебя все... Никто еще не проснулся. Габриэл, у тебя все в порядке? Ты не замечал никакой подозрительной активности у себя дома? Никто не пытался на тебя напасть или что-то вроде того? Конечно, замечал. Тут вокруг последнее время что-то не происходит. Только не знаю, что из этого... Черт, френ, засмеется звенье. Подожди, мне надо собраться с мыслями. Секунду. Не нервничай, скорее всего... Скорее всего, это... Не нервничай, черт возьми, тут дома сжигают. Как можно не нервничать? Прости меня. Это шутка такая, что ли? Не нервничай. Успокойся, мы пока еще ничего не знаем. Возможно... Возможно, ничего страшного и не происходит. Да, сигареты за стол. Действительно. Вокруг меня крутится много ребят подозрительных. Я... Тебе все нужны? Я не знаю, я... Я передам Айзеку... Что у тебя, что ты что-то знаешь. Он с тобой поговорит сам, когда проснется. Хорошо? Ну, если это может быть важно, я не знаю. Тут же понимаешь, такое дело здесь непонятно, кто может серьезно угрожать, а кто просто крутится вокруг. Я бы не сказал, что мы прямо следили. Но ты, главное, успокойся. Но если это важно, то... Ты, главное, успокойся. С тобой все в порядке, это главное. Я надеюсь, что со всеми остальными тоже все в порядке. Да, я тоже надеюсь. Если что-то увидишь, держи меня в курсе, но позже ночью, позже ночью, ты можешь мне уже не звонить. Хорошо. Тогда ладно. Я смогу узнать новости, у кого можно узнать будет, что происходит вообще? Если что-то узнают, или... Гибрилл, я уверен, что тебе позвонят. Я абсолютно не уверен. Ладно. Всего хорошего. Доброй ночи. Я вешу трубку абсолютно ошарашенной произошедшим. Дюрьму, я понимаю, что у меня одна пицца. Какой твой план? Что ты делаешь? Ты... Ну, в первую очередь, я, естественно, бегу к двери и посмотрю, нет ли за ней кого-то. Нет. Абсолютно все. Все спокойно. Ты можешь выглядеть в окно и увидеть, что никаких подозрительных автомобилей не видно. И, в принципе, все выглядит нормально. Так. Я буду достаточно долго принимать душ, просто... пытаясь как-то с этим совсем осмыслить это все. Блин, били, я же... Потом ли приходят в голову, они могли ли наши его спалить? Не знаю. Мысли так и градуются в голову. Тем не менее, я стараюсь как бы особо не заморачиваться этим. Я собираюсь и еду в Луну. Отлично. Как ты планируешь провести следующие несколько часов до вашей договоренной встречи в полночь? Вообще, по приезду в Луну я собираюсь позвонить Тони. Если он ответит, соответственно, я буду с ним общаться. Если нет, я буду собирать девушек и пойду кормиться. Хорошо. Тогда мы перейдем прямо сейчас к Энтони, у которого разрывается телефон. Встаю, иду к телефону. Ты поднимаешь трубку и... слышишь незнакомый голос. Мистер Эдштейн? Кто его спрашивает? Меня зовут Александр Кантер. Я хотел бы переговорить с вами по поводу одного вопроса. Если вы не против, конечно. Я звоню вам по просьбе мистера Бенедика. Если вам известно, кто это. Я хочу подчеркнуть, что это не вызов и не требование. Его Величество с пониманием отнесется, если вы не захотите его видеть. Но он бы желал с вами встретиться сегодня, позже ночью. Я могу оставить вам адрес ресторана, где он сможет вас принять. Да, да, конечно. Я записываю. Он говорит тебе адрес. Ага. Да, разумеется, да. Да, я буду. Всего хорошего, мистер Эдштейн. Всего доброго. Как только ты кладешь трубку, телефон продолжает звонить, как будто и не останавливаясь. Да, я слушаю. Алло, Энтони, это Фрэнсис. Привет, Фрэнсис. Привет, Фрэнсис. Как ты? Что-то случилось? Да, что-то случилось. Дом Вильяма Кавальканта сгорел сегодня днем. Я хотел спросить, все ли у тебя в порядке и нету ли... Подожди секунду, пожалуйста. Я кладу трубку на телефон и подхожу к окну и сразу смотрю за штору, нет ли какой-нибудь машины рядом с моим домом или каких-нибудь людей. Ты не видишь ни машины, ни людей? Подхожу к телефону. Да, извини. Все нормально? Нет, он, скорее всего, мертв. Но меня больше интересует сейчас в порядке ли ты, не было ли какой-то подозрительной активности у твоего дома. Может быть, кто-то узнал, где ты живешь, или тебе угрожали, или нападали что-нибудь. Пока старшие не проснулись, мне бы хотелось понимать, если это единичный случай или организованная атака. Поэтому подумай хорошо. Мне казалось, что у меня все в порядке. Отлично. До этого звонка. Будь на связи сегодня. Хорошо. Да. Всего хорошего. Вешаю трубку. После этого, как только ты отходишь от аппарата, телефон снова звонит и на проводе, в общем-то, на проводе гейб. Ты никогда не получил столько звонков в такое краткое время в своей жизни. Боже, Тони, ты слышал, что случилось? Я, да, черт возьми, я слышал. Слушай, приезжай в Луну, поболтаем немножко. И насчет этого тоже. Слушай, есть проблема, я чертовски голодом. Успеешь-то полчаса, давай. Я... А у тебя есть что выпить, Гейб? Да, господи, откуда? Откуда у меня у меня пара-то нет? Ладно, ладно, хорошо, только давай. Ну, ты можешь быстро, если хочешь, давай к 11. Устроить тебя. К 11, да, отлично, к 11. Давай, в 11. Давай. Гейб, 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 что я. Да, да, это ведь... Но ты ведь понимаешь, что это, ну, как бы, не из-за меня. Это... Да я понятия не имею за кого. Слушай, обсудим, как приедешь. Окей. Знаешь, телефонный разговор. Ладно, в 11, в 11. Давай. В 11, давай. Черт, я просто прислоняюсь к стене и... Так, ну, я, слушай, я перезваниваю Максу и прошу, чтобы он подъехал к моему дому. Хорошо, ты перезваниваешь Максу, просишь, чтобы он подъехал к твоему дому, что еще ты делаешь? Ну, я... Перекинувшись парой слов с матерью, я пытаюсь найти какие-то самые приличные вещи из тех, что у меня есть. Видимо, это тот костюм, в котором я ходил на праздник семьи. Вот. Ну, и, в общем, все. Отлично. И после этого ты просто до 11 сидишь дома, получается. Или как? Нет, нет, когда Макс приезжает ко мне, я... Хорошо. Ну, Максу не нужно много времени, чтобы поедать. Еду кормиться. Когда ты... Окей. Когда ты выходишь на улицу, ты замечаешь, что через улицу от тебя ты можешь рассмотреть едва различимую призрачную фигуру, прозрачный силуэт. который машет тебе ручкой вот так вот. Я... Я присматриваюсь своим зрением, чтобы... чтобы понять, кто это. когда ты заглядываешь за завесу, ты видишь... Сейчас скажу. Ты видишь группу призраков. Группу призраков, которую ты увидел уже до этого. Группа призраков, портрет, который ты рисовал когда-то. Ты видишь человек 20 черных мужчин в беретах. Элджей там есть среди них? Элджей стоит впереди, скрестив руки на груди и... ждет, пока ты отреагируешь на них. Я натягиваю на лицо улыбку и... иду к ним. Макс нас тебя вопросительно смотрит. Эй, чувак, мы поедем или нет? Подожди, подожди. Окей. Пассы спокойно. Ты проходишь через улицу... Отлично, я... ...серез улицу... Да. ...на тротуаре у... обросшей живой изгороди стоит... Элджей и его банда. Слушай, но... меня... меня... ну, я захожу за том, чтобы Макс не видел меня. Там некуда заходить, прямо напротив. Там некуда заходить? Да. Отлично. Тогда я просто скрещиваю руки на груди и... Элджей, как твои дела, ребята? Слышь, Мане. У меня пара вопросов есть к тебе, грудищик. К нам на пустырь недавно приехали какие-то... какие-то... двое и вызвали очень много вопросов. Поэтому я тебе по-хорошему предложу мне хорошенько рассказать, кто вы такие, как вы нас видите и что вам надо. Потому что один ты такой с кистью в руках это нормально. А то, что кто-то ходит, зырит куда не нужно, это меня нервирует. Мне кажется, я что-то не понимаю. А я не люблю что-то не понимать. Понимаешь? Отлично. Тебе нужны ответы прямо сейчас? Можно прямо сейчас, или мы к тебе домой завтра зайдем? Мы, понимаешь, как бы здесь стоим тебя ждем из вежливости. Потому что ты нам как бы, ну, нас красиво изобразил, вся хуйня. Вроде парень нормальный. Но в следующий раз на стену не остановят. Я тебя предупреждаю. Отлично, Лжей. Ты чувствуешь, что в городе есть, нет? Завеса от присутствия такого большого количества призраков становится как будто физически тоньше. Ты ощущаешь, что на этом участке холодно, как зимой. И тени от уличных фонарей падают создавая какую-то некомфортную атмосферу. Вроде бы ничего необычного ты чувствуешь, как некромант, что они своим скоплением влияют на окружение. Ну, давай. Что же? В городе есть еще несколько человек, которые видят вас. Охуенно, я это и так знаю. Кто они, сколько их, никак. В смысле, несколько человек. Но ты же не думаешь, что мы знакомы с ними? Человек пять, шесть. Я лично знаю двоих. с ними, потому что они пришли на то же место, где мы с тобой встретились, дружище. Это подстава. Понимаешь? ты видишь, что призраки за спиной ЛДЖС, они как будто на иголках они сжимают, разжимают кулаки, кто-то постукивает битой себе по плечу. ЛДЖС, я сейчас понимаю, что сейчас вообще не лучший момент для этого. Давай мы отслужим этот разговор хотя бы до конца этой ночи. У меня очень большие проблемы и мне кажется, что мой дом скоро сожгут. ты в правильном направлении я могу его хотят сжечь не только вы. Мы в очереди стоять не будем, не успокойся. Не, подожди, не, подожди, слушай, я что, по-твоему, небольшая проблема, что ли, для тебя? Призраки за его спиной начинают смеяться. Я, типа, не приоритет, да, я как бы так, угроза, блядь, минимального уровня, или че? Я, я не думаю, что, я не думаю, что нам вообще с тобой стоит, просто, понимаешь, ну, окей, я могу тебе все это выложить и рассказать, но я хочу предложить тебе чуть-чуть больше. я могу не только смотреть, я могу и подчинять, ну, то есть, можно заставить кого-то, ну, тебя-то вряд ли, но, возможно, кого-нибудь из твоих ребят можно запросто заставить слушаться. То есть, ты что, мне угрожаешь? Тебе сложно вот, нет, нет, понимаешь? Нет, окей, я чувствую, что-то пытаюсь нанести, окей, звучит неплохо. Нет, 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 слушай, дело в другом. Я тебе дам имена, определенная. это окей, но я тебе все вопросы хочу позадавать, понимаешь? Давай. Как? Мне нужно твое имя, настоящее имя и дата твоей смерти. Если я буду знать две этих вещи, и ты можешь заставить мне делать что-то хочешь. Я могу попробовать. Но тебе вряд ли тут, понимаешь, если у человека есть яйца, то его нельзя заставить. Тут все просто. Ты видишь, что LJ покупает в другом? Ладно, Моне, я же разгребаю свою кучу. Ambientouch. Не, 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 стой, стой, подожди. мне нужна твоя помощь. Ты поможешь мне, и я помогу тебе. Ты можешь оставить кого-нибудь из своих ребят рядом с моим домом, чтобы, если сюда, ну, не знаю, прибегут какие-нибудь парни с канистрами. Но, может быть, эти парни не захотят сжигать дом? Может, они захотят побежать? Мы мертвые, мы что будем делать-то с ними, с канистрами? Мы мертвые. Мы мертвые. Но с канистрами ничего, а живыми запросто. Я слышал, что вы умеете пугать. Разве нет? Я видел одного мудака, который посуду бил. Кому? Этот домик и так стрёмный. Лжей подходит ближай. Вы, ребята, можете нагнать ужас. Окей, оставлю тебя пару, ребят. Спасибо, Лжей. Он подает сигнал двум чувакам и просто показывает пальцами на двух членов своей банды, которые выглядят коррорусально недовольными, но они кивают и устраиваются поудобнее, опираясь на живую изгородь. Перед тем, как уйти вдоль по улице к призрачному кадиллаку, который припаркован, как ты видишь, недалеко, Лжей разворачивается и говорит, даже не дуй меня наебывать. Я тебя достану. Я знаю, где ты живешь, все такое. Давай, маная, бывай. счастливо. Я быстрым шагом иду к машине. Макс, Макс, давай скорее. Скорее чего? Ты стоял, пялился в кустын по 10 минут. Ты под чем-то или что? Тебе в помощь, что ли? Он начинает ехать. Чувак, я художник. Окей, все, вопрос от меня. Давай быстрее. Быстрее, а куда ехать-то? Рулик какой-нибудь из своих бабок или кто у тебя там, за кем ты там теперь присматриваешь. А что тебе так припекло-то? Чувак, тебе реально нужно держать под контролем. Это как бы, я все понимаю, но превращая это в такое срочное дело, это немножко неправильно. Хорошо, ты едешь кормиться. Далее мы переходим к Рэйчелу, Ротштейн, которая просыпается в своем хэвене, тратит пункт кое-либо пробуждения, восстанавливает очко силы воли. Ну что ж, еще одно печальное пробуждение, думаю, я. в общем-то я собираюсь привести себя в порядок. Ты видишь, что у тебя на пейджере два сообщения? Я смотрю сообщения. Одно сообщение пришло днем, другое пришло на самом деле еще раньше, практически перед рассветом. первое сообщение от Лави. Рэйчелу, мне надо поговорить, позвони. Второе сообщение. Даня, что ты делаешь? Я перевозбужден от того, сколько киритиков происходит с товарищами покатари. Не надо. Пожалуйста. Окей. Можно, пожалуйста, продолжать? второе сообщение от Фрэнсиса, которое, он просит тебя позвонить как можно раньше. Что ж, я звоню Лави. Лави не берет трубку. я тогда отправляю сообщение на пейджер, что я проснулась и еще полчаса где-то буду дома, поэтому, если что, звоним. а потом я звоню Фрэнсису. Фрэнсис берет трубку. Алло. Алло, это Рэйчел. у тебя все в порядке? Да. Дом Билла Кавальканто сгорел сегодня днем. Я пока старшие не проснутся, в общем-то, принимаю звонки, чтобы убедиться, что у всех все в порядке. На тебя не нападали? Никаких проблем? Нет. Что, сбили? Он мертв. Ну и все. Ну что ж, очень жалко. Да, действительно, большая потеря. Звони, если что. Хорошо, спасибо. Что ты делаешь после этого? Я кладу трубку. Бедный ублюдок, говорю я вслух. Но he had it coming, думаю я. В общем-то, у меня рождается идея, как помочь Тони в частности и своей Катерии в целом. но в общем-то прежде чем я начну эту идею притворять жизнь мне нужно, чтобы все было максимально сладчено. И в общем-то я пытаюсь дозвониться Соломону в надежде, что он не проснулся мега раньше меня и никуда не делся из дома. Соломон не берет трубку. еб вашу мать, а в чем ваша проблема я не понимаю. Что ж, но в таком случае я привожу себя в порядок, собираю, одеваю костюм темной богини, в общем-то смотрю на себя в зеркало с очень кислым видом. Вот. Ну, ты выглядишь как проститут, который очень не любит свою работу. Однозначно. Костюм сидит не очень хорошо, вообще выглядит как бы все это лестнице там достаточно хорошим, что ли. Неубедительно. Ну, что ж. я пытаюсь улыбнуться, я когда понимаю, что выгляжу как будто мне не нравится моя работа, я пытаюсь начнуть на себя улыбку, так. Ну, и, в общем-то, если лави меня не в течение полчаса, то я действительно выдвигаюсь. Лави в течение полчаса не звоните. Хорошо, ты выдвигаешься охотиться. Да, я трачу очко силы воли на первое свое кормление, чтобы случайно не потерять над собой контроль, потому что я очень голодная. Хорошо. И мы переходим к Давиду, который просыпается у себя в Хевене, тратя пункт крови на пробуждение, восстанавливая ноечку силы воли. И тоже имеет два сообщения на своем педже. на педже. От кого они? Первое сообщение от Фрэнсиса, который просит позвонить ему, как только ты проснешься. Второе сообщение с подписью Чарли просто говорит заезжай. Хорошо, я звоню Чарли. Хорошо, ты звонишь Чарли. Чарли берет трубку. Да, алло. Ты просил заехать. Да, Дэвид, я просил заехать. Не очень располагаю временем этой ночью. Меня не интересует. Я думаю, тебе стоит заехать. Нам есть о чем поговорить. Приезжай, как найдется минутка. Я в офисе сегодня слышал, что произошло с Биллом? Никак нет. Парень сгорел днем в своем доме. Дерьмо мы носить ими ими этими ночами. Хорошо. Я прикидываю, сколько мне ехать до Чарли от себя на своем форде. Да, на самом деле меньше получаса, то есть быстро достаточно. Вообще, если пробок нет, так вообще за 10-15 минут. Сейчас буду у тебя. Окей. Я рад, что ты нашел время. Увидимся. Он бросает трубку. Немедленно, ни минуты. я еду к Чарли. Хорошо. Я понимаю, что как бы я еду к Чарли. Хорошо. Ты едешь к Чарли. Хорошо. Ты едешь к Чарли. Хорошо. значит, с тобой я продолжу. Ты приезжаешь к знакомому тебе казино Сизерс Пелос. фонтаны бьют подсвеченными разными цветами и строями. Народу сегодня много. Новая ночь вот этого игрового заведения только началась. Толпы туристов курсируют по стрипу. Ты, я так понимаю, отправляешься к Чарли в офисе? Абсолютно. То есть, старший попросил меня приехать и это что я буду делать. Ты видишь много знакомых среди персонала. Кто-то улыбается тебе, кто-то наоборот обдает тебя холодным взглядом. Ты поднимаешься наверх и оказываешься в кабинете Чарли. Достаточно современно обставленным с мебелью формы, которой ты на самом деле не понимаешь назначения. То есть, она какая-то вся странная просто. То округлая, то угловатое. Все диванчики в кабинете разных цветов и на столе у Чарли стоит большая плазменная лампа. Чарли сам одетый в небесно-голубой костюм. Предлагаю тебе присесть на стуле, пока он заканчивает телефонный звонок. И когда он завершает это дело... Привет, Дэйв. Добрый ночи, Чарли. Ну, у кого ночь добрая, у кого нет. Вот, бедняга Билл не дожил для сегодняшней ночи. А я вчера остался в дураках на 2 миллиона. Я навел справки небольшие. сеньор Сан-Педро ебаный математик. Он достает из стола такую пачку бумаг. Вот одна из его работ. По теории вероятности. Чарли, ты хочешь повесить это на меня? Я не имел ни малейшего. Ты не имел ни малейшего понятия. А скажи мне, зачем ты приводишь кого-то, о ком ты не знаешь ничего, кому-то в казино. не перебивай меня. Чарли, послушай лучше. Как скажи говори. Говори, Чарли. Окей, говори. Я тебе доверился. Ты привел мне хуй знает кого. Твой так называемый кит не потратил и близко денег, которых ты обещал. Где эти миллионы? Поэтому я тебе очень просто поставил вопрос, что ты планируешь сделать, чтобы это исправить? у меня достаточно проблем. Мне новые проблемы не нужны. Окей. Чарли, я не знаю, как ты, я гемблер. я не знал, кто эти ребята. Я позвонил тебе и задал простой вопрос. Ты хочешь, чтобы я привел к тебе этих людей или нет? Тебе ничто не мешало отказаться. Ты знал о них все, что знал я. Я ничего от тебя не скрывал. Если бы ты сказал, что ты не хочешь кота в мешке с деньгами, кота в мешке, но с деньгами, в городе 20 казино помимо твоих. Ты сам не сказал, ты хочешь. Дэйв, ты кем себя возомнил? Да. Я тебя никем не возомнил. Мне кажется, ты слабо понимаешь, какой спад ты находишь. Расскажи мне, Чарли, что из того, что я сейчас говорю, не соответствую действительности. Ты обещал мне кота в мешке с миллионом 300. И когда ты кому-то приводишь, я подразумеваю, что ты по крайней мере можешь навести справки, что это не ебаный математик с премией. Если бы ты купил одного колумбийца, окей, не вопрос, что этот хуесос сделал в этой компании? И ты еще повеселился за мой счет. Ты кем себя возомнил? Я не понимаю. Ты думаешь, ты какой-то вопрос? Или что тебе кто-то что-то должен? Кто мне что-то должен? А чем ты вообще? Ты меня извини, пожалуйста, и я тебя не вполне понимаю. что-то из того, что-то из того, что я тебе сказал, не соответствует действительности. Что именно? именно? Нет, дожди. кита с миллионом триста, который проиграет. Это то, что ты мне предлагал. Твои слова. Стоп, стоп, стоп. Я привел к тебе колумбийцев. Я предлагал привести к тебе колумбийцам, которым я перед этим заплачу миллион триста. Этой же ночью. Я привел у тебя тех самых колумбийцев, которым я этой ночью заплатил миллион триста. Наличным. Я сделал все, потому что я подписался. Чарли, что ты хочешь на меня повесить? Я тебе ровно смотри, я тебе мы когда с тобой говорили по телефону, я сказал тебе, что я приведу, если ты хочешь, внимание, я не говорил, что я тебе это навязываю или что-то. Я тебя спросил, хочешь ли ты, чтобы я привел к тебе в казино колумбийцев, в котором я заплачу миллион триста той же ночью. Ты мне сказал, что ты хочешь, чтобы я привел тебя в казино колумбийцев, которым я заплатил миллион триста той же ночью. That's exactly the right bit. bit. Нет, дружище, я думаю, что ты меня обещал. Нет. А, вот сейчас я хочу пройти. Это уж точно не включает в себя математика, который выиграет столько же денег, сколько они проиграют, не больше. Это твой Рафаэль разломал и обливал все, до чего дотянулся. и долгое время не смогут ты стоил мне больших денег я тебе последний раз я серьезно последний раз прекрати юлить как уголь на сковородке и начни думать головой что ты думаешь что твоя демагогия помогает нет совершенно подоскальщик я сейчас хочу проверить ну просто потому что я как человек не очень помню я хочу прокинуть на то как я помню что я обещал чарли я просто хочу понять что я ему действительно обещал насколько это соответствует тому что давид как сказать вы с ним договаривались как сказать не очень что ли конкретно то есть у тебя то что ты говоришь что ты не говорил прямым текстом что вот они придут и вот как бы что вот они сто процентов там что-то потратят то есть это да это имеет базу однозначно окей я понимаю что сейчас рассказчик это все еще разрушение внутри головы давида то есть я когда вид пытаюсь очень очень сильно примерно представляю как это вообще работает потому что я не представляю как это работает что у нас условно одинаковые сильные позиции но при этом участие внутри той юридической системы в которой это все будет теоретически рассматриваться позиции сильнее чем мои это будет раз если кому-то бы надо было это рассудить да тут проблема в том что тебя только остановили а он как бы его нет то есть может быть это имеет значение я видел то же самое что видел ты простой ночью я таком же шоке от того что делал этот гребаный колумбиец как и ты такого чтобы кто-то мог выигрывать деньги с такой же скоростью с каким усаженный в ноль чувак миллионами в кармане их просаживает я не видел таких людей единицы на всем земном шаре ты умудрился эту единицу привести ко мне в казино и дать ему все права что я не могу с ним нечего сделать я прекрасно понимаю чарли откуда мне было знать что в этих ебучих джунглях родился этот самородок смотри ты хочешь давай так я не знаю каких претензий нет подожди что у тебя ко мне никаких претензий у тебя это нужно еще было говорить у тебя могли быть ко мне какие-то претензии дэйв блять а мне пришло мне принять я абсолютно в реальном мире но твои хлопцы молодцы пытались мне рассказывать что мне не надо кормиться в твоем заведении как будто я сам этого не понимаю я не собирался торжества или нет тебя ты меня хорошо чарли я все понял я все понял а я понял во что ты ставишь моего сира мой сир он конечно сильно специфичный персонаж вы если ты думаешь что он за мой счет если ты думаешь что этот итальянец который живет за мои деньги живет за мои деньги за тебя вступится я тебе дэйв расскажу сейчас кое-что нет иди и мысли к нему спустись и расскажи ему об этом мне не важно петли мне затягивать одну или две я тебе уже скажу ты если не прекратишь юлить я тебя выебу где где я юлю я отрицал что я привел к тебе этих идиотов я отрицал что я привел к тебе был умного математика нет но мы с тобой были в одной и той же позиции не я не ты не знал что гребаного колумбийского наркоса откуда-то так вот мы все возьмется ебаный нобелевский разговор окончен пожалуйста встань и выходи прямо сейчас выходя я выхожу я спорить со старшим не буду абсолютно а выходя я там есть кто-нибудь из стаффа хорошо где-нибудь в казино я найду кого-нибудь из стаффа так или иначе я оставлю чарли рукописную записку которую я запакую в конверт лично заклею и отправлю чат а они блять я попрошу их найти став казино в состоянии найти конверт чтобы отправить запись я напишу чарли ни ты ни я не имели ни малейшего представления о том что среди наших гостей окажется нобелевский лауреат по математике я готов продолжить наш разговор более спокойной обстановке я попытаюсь сверху всего этого это содержание и это содержание я пытаюсь максимально дипломатично завернуть сейчас по рассказчику я пытаюсь объяснить рассказчику что это я пытаюсь для рассказчика я пытаюсь чарли объяснить что это не было целенаправленной подставой я трачу вилл пауэр на то чтобы объяснить чарли что мы оба гэмблили на этой истории а никто не мог знать о том что среди колумбийцев найдется чувак который способен способен выигрывать деньги с такой же скоростью или скоростью превышающий то с какой деньги проебывает унаренный в шлак чувак у которого сотни тысяч и миллионы долларов на руках и общий поинт всего всей этой истории в том что так или иначе мы все в гэмблинг бизнесе и да даже даже заведение и тогда проигрывает я не пытаюсь делать какие-то выводы за него весь поинт этого письма состоит в том что я пытаюсь убедить это наверно харизма чарли в том я пытаюсь убедить чарли в том что во всем произошедшем не было моего зумоумысла и я езжу на том поймите что тех формулировках которых это было подано чарли сам подписался на то чтобы этих ребят ему привел и в этом я пытаюсь его убедить потратил powerpoint на это письмо рейчел я вижу твой спал двойной я не знаю как это работает у никита у меня бы это могло сработать хватит на это геймить ну серьезно ну окей что это такое вообще но просто я смотрю на лицо рейчел окей ну я просто вижу вот это вот и у меня такое ощущение с этого и какую-то полную херню и мне хочется перестать пытаться делать то что он давид делает вот это вот я оставил это письмо и уехал в сторону луны получил если чарли вы выгнал меня раньше то я из холла цизерс я кто мне звонил до этого ука от кого у меня пропущены на автоточки или на пейджеры на пейджере фрэнсис о фрэнсис окей а у толпы кто фрэнсис хорошо ты звонишь фрэнсису который берет трубку и в общем то что ты говоришь мы живем кто это давид давид со общественного телефона звонит так точно фрэнс твой хэван в порядке ты звонишь никаких проблем у тебя не было уильям создал всей семье волне ты уже в курсе да да ну хорошо до свидания я рад что остается хорошо а я смогу найти тебя там же где всегда а ты что-то хотят у меня есть две с половиной мысли которые хотел с тобой поделиться а сегодня не самая лучшая ночь для этого по такому вопросу прекрасно тебя понимаю не сегодня так не сегодня звони мне как у тебя будет возможность ну приезжай если хочешь я буду в клубе у Аарона я уверен ты сможешь меня найти Аарона? я тут пытаюсь пробросить клубку Аарон Аарон Редштейн это один из один из сейчас скажу а это из этих из которые ребят да Golden Kid ты нет не Golden Kid бухгалтеры бухгалтеры Аарон Редштейн и ты знаешь что Аарон владеет несколькими местами на Фремон стрит экспириенс в котором именно? ну вот в одном из таких таких баров его Фрэнсиса и можно найти само заведение ничем особо не выделяется как бы они просто там есть окей окей я говорил Фрэнсису что если он меня ждет я встречу с ним хорошо до встречи и тогда я еду навстречу к Фрэнсису окей то я и что делаю так мы так чтобы Гейб если что я собираюсь еще до встречи с Тони один звонок сделать не очень большой хорошо мы сейчас к тебе к тебе и перейдем начнем с твоего кормления ну на самом деле ты ты кормишься на своей территории и тебе легко и просто ты можешь восстановить себе Blackpool ты потратил несколько часов и ты можешь быть полностью сыт даже больше чем нужно до встречи остается пара часов а какой звонок ты хотел сделать? я хочу Раулю позвонить своему знакомому детективу сейчас не секунду вряд ли он что-то слышал конечно но по крайней мере можно напрячь его этим секунду 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 угу хорошо ты звонишь по адресу офиса Рауля Касареса Касарес сейчас я могу помочь так Рауль добрый вечер это Габриэль а привет здравствуй Габриэль чем могу помочь слушай у меня в последнее время что-то куча неприятностей ты мне не подскажешь такую вещь у тебя же еще остались друзья в полиции правда конечно конечно слушай у меня один немного дальний знакомый тут сгорел буквально днем представляешь сгорел? я с ним сгорел я вел с ним некоторые дела не так давно ничего такого но Вильям Кавальканто Вильям Кавальканто Вильям Кавальканто ты не знаешь что там что там нашли мне бы узнать а если еще не нашли то кто найдут может звякнешь мне честно говоря волнуюсь по этому поводу окей да не вопрос я сделал звонок никаких проблем спасибо спасибо ты меня очень выручил спасибо если что заходи он рад тебя видеть хорошо ты заканчиваешь разговаривать с руковой он перезванивает тебе на самом деле в течение сорока минут он говорит тебе что действительно произошла такая ситуация и в общем то никакого криминала не подозревает возгорание произошло изнутри скорее всего в результате неосторожности возможно рассматривается вариант с попыткой самоубийства потому что не судя по немногочисленным останкам не похоже что не похоже что хозяин дома пытался спастись и вообще он был найден в подвале у себя то есть возможно он поджог дом и задохнулся специально или лежал пьяный и умер от отравления просто то есть никто как бы этим занимаются как говорит Рауль мужики по поджогам то есть там никаких вообще ничего ничего подозрительного не нашли а я его к слову интересуюсь а это не похоже на одно из тех дел где знаешь говорят не копать Рауль качать да нет это там там нечего копать просто говно случается там пойдет мои соболезнования да бывает бывает понимаю ну если бы он подожгле как бы эти мужики ну как бы они работают понимаешь они его нашли ну понимаю понимаю спасибо слушай Рауль спасибо ты меня успокоил жалко конечно парни но чёрт ему уже не помочь а мне жить как-то не думаю об этом не думаю мы собрались давай пока давай вешаю трубку и идут договариваться с Феличи на тему того есть ли у меня в подвале комната свободная потому что наверх я этих трубоёбов пускать больше не собираюсь Феличи говорит что подвал конечно можно освободить но там вещи то есть их надо куда-то деть да пусть остается переживут я понимаю я понимаю так кто не придёт скажи его куда прийти куда ему идти хорошо вниз да вниз я сам покажу туда пожалуй я действительно не задерживать там что ты понимал провещение о котором идёт речь это как бы хозяйственная часть подвала потому что большая часть подвала переделана под то что она переделана поэтому да 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 вон ну никаком окей хорошо кормление стулья то есть нет ну стулья можно придумать там негде сесть там прям ну да там место такое что если вы в четвером то встанете вы будете смотреть друг другу просто вот плотно то есть там вот такое место там все в там друг на друге стоят туалетная бумага ящики с кока-колой с алкогольным все вот это вот то есть там склад по большому счёту да так так это другого подвального помещения свободного у тебя нет нормально сойдет хорошо так что нужно это не ты тратишь процент все время на кормлении а потом ешь куда до 11 как будто Сколько у тебя денег в кармане? 35 баксов Хорошо, сколько ты даешь Максу за то, что он свозил тебя по трем? 35 баксов Отлично, ты отдаешь ему все деньги и ты можешь получить 3 пункта крови, если ты не планируешь никого убивать Да, все отлично После этого ты двигаешься в луну Рэйчел Да, я думаю В процессе работы ты получаешь сообщение от Лави, который проснулся и просит тебя позвонить ему еще раз, чтобы договориться о встрече Ты собираешься встретиться с ним позже или ты собираешься прерывать кормление, потратить меньше времени на кормление и встретиться с ним раньше? Сколько времени сейчас? Ну, ты проснулась где-то в 8 Полдевят Что ты делаешь? Откладываешь на потом или нет? А сейчас, сколько времени? Нет, если сейчас, ты в процессе первого часа кормления Ты принимаешь клиентов, которым нравится страдать и пускаешь им кровь и пьешь им Ты получаешь сообщение на пейджер Ты продолжаешь после этого часа или нет? А я как-то покормилась, успела или нет? Ты еще в процессе, нет, ты еще ничего не успела, ты в процессе еще, первый час только пошел Ага Ну что ж, тогда я, в общем-то, часам к 11 бы тоже, наверное, закончила Что я слишком голодна, это просто как бы бессмысленно Хорошо То есть ты договариваешься о славе на когда? На 11? Да, хотя бы двух клиентов бы служило Окей, хорошо Тебе... Так как ты пускаешь кровь не при помощи клоков, ты можешь получить больше крови в процессе Твой голод мотивирует тебя идти немного дальше с болевым аспектом, чем обычно Ты восстановишь 6 пунктов крови, оставляя двух клиентов довольными и сильно усталыми Отлично Что ж, я получаю 300 баксов получается, отлично Шикарное просто, я чувствую себя лучше, ну и в общем-то я, блин, я понимаю, что я в В прикиде темной госпожи и не стоит в таком виде вообще показываться просто На глаза кому-либо из семьи Я, в общем-то, подъезжаю к автомату и я хочу позвонить Лави и спросить, может ли он заехать ко мне И где он вообще, где мы будем встречаться с ним Лави говорит, что он катается с товарищем по городу, который на время в Вегасе, он предлагает встретиться тебе у одной забегаловки В которой он сейчас находится, если ты можешь Но он говорит, что я могу, я могу, в принципе, приехать к тебе, почему нет Ну, в общем, лучше заехать ко мне Окей, взять какой-нибудь фильм? А, у меня есть, но можешь взять, можешь что-то новенькое взять, да У меня одно дерьмо, которое я смотрела сто раз уже Окей, окей Хорошо А кабельное я еще не подключила, но вот скоро, скоро Ладно, жди, я скоро приеду Хорошо, я быстро-быстро еду домой просто И, в общем-то, переодеваюсь в нормальный типичный прикид И делаю микроуборку, чтобы было не совсем прям погано Кого ты чул? Лави приезжает в течение 20 минут Звонит И открывает На пороге у тебя стоит Лави, одетый по своему обыкновению в достаточно строгий костюм Он держит в руках VHS-кассету из проката И криво улыбается, тебе проводит рука по волосам Привет Я взял какой-то британский арт-хаус Проходи Извини, у меня чуть-чуть здесь Я редко бываю дома Да ничего Я начинаю к этому привыкать У всех дома со временем превращаются От мавзолей Он присаживается на диван Кассета в его руках Это фильм под названием «Давление» 1976 года На затертой обложке Черный паренек на фоне кирпичной стены Ну так О чем ты хотел поговорить? Сейчас сразу к делу, да? Я хотел поговорить по поводу Мишель Она хочет меня наебать, да? Ну, это понятно Но я У меня более серьезный и серьезный вопрос Понимаешь, Мишель не просто так хочет тебя подрезать Она уверена, что ты понятия не имеешь, что ты делаешь Что ваше котыре, я понятия не имею, что вы делаете Потому что Ей кажется, что вы не знаете, что делать с наркотой Мне кажется, что ты не знаешь, что делать с наркотой Поэтому она хочет перешкнуть тебя через голову Но она пока не уверена Я Делаю все, чтобы Увидеть ее, что у тебя есть планы И что Ну Ты меня знаешь Я не знаю Я слишком тебя хорошо знаю, чтобы переходить тебе дорогу Вот Но Если серьезно, то у них все налажено Они Мешают его На 75% На продажу оптом И Часть мешает на 50% И продают сами Они уже Сгрузили все, что Все, что вы им дали Я просто Позвонил убедиться, что у тебя есть план Боже Просто я Я не думаю, что мне надо делиться с Мишель Всем, что мы делаем Но вообще Да Как бы С нашей стороны Этим занимается Гейб И он Заходит чуть-чуть с другой стороны Чем Мишель То есть С другого угла совершенно У него Есть Кому он будет В общем-то То есть Ну Да Ладно План есть Тогда вам надо Забрать эти 5 килограмм У нас Как можно Скорее Потому что Хорошо, я сейчас поеду Они у нее лежат Ей кажется Что вы Не знаете Что с ними делать Блин Я не так себе это представлял Я Не хотел сразу Переходить к делу Ну Ты Начал это Сам И Боже мой Рейч Я на твоей стороне Я просто Я просто Успокоюсь Я вижу все это изнутри Мне не хочется Чтобы тебя ударили в спину Ты можешь на меня рассчитывать Я просто Я просто Не буду больше С ней вести дела И все Это был Все равно Пробный Пробная попытка И я Просто Я думала Что остальные Меня поддержат Тем Что В следующую порцию Она просто не получит И она молодец Что Чебойка Это продала Но как бы Даже по ее поведению Было понятно Что она хочет Меня объебать Мне сложно Отличить Улыбающееся бревно От Не улыбающегося бревна Но Помешель Прямо было Блять Понятно Что она хочет Меня объебать Дать ей контакт На колумбийцев Хуй в рот Ей не дайте Извините Как бы Блин Я Не Тут Не ожидала Что ты так Будешь Это Преподносить Что типа Ты на моей стороне И все такое Я думала Ладно Не важно На самом деле Похуй Я поеду И заберу Просто Нет Нет Потому что Я просто Просто Хотел Убедиться Что Что ты У меня информация На руках Понимаешь Спасибо Я не говорю Что Спасибо тебе большое Он Молчит Не находя Что сказать Ну что Как бы Спасибо Я Я Пожалуй Поеду Туда Да Подожди Ну Я тебя не хотела Тоже расстраивать Я просто Я бы не хотела Чтобы ты этим дерьмом Вообще Занимался Чем бы ты хотела Чтобы я занимался Я не знаю Ты такой умный Ты Столько всего можешь делать И Тусоваться с кеми-то Опьебоссами И мешать героин Я думаю Что это последнее Чем Тебе С твоими мозгами Стоит заниматься Вообще Не Я ничего не мешаю Я просто Консультирую Чтоб они Никого не отравили Сам Понимаешь Но Это не та Химия Которую Я знаю Какие-то Ребята Которых они нашли Делают с ним что-то Какую-то реакцию Проводят Прям на кухне Знаешь Превращают Какие еще ребята То ли в пасту То ли в кристалл То ли Ага Какие-то черные Очень интересно Ага Они Мишель использует Те же контакты Которые у нее есть От клуба По поводу оружия Окей Не то чтобы У меня сильно Есть к ним доступ Но я могу Разознать Здесь как Если ты ничем не рискуешь Чем я могу тебе помочь Я прячусь Раз уж ты не хочешь Мне переходить дорогу И ты Так это мне Заявляешь лицо Как будто я думала Когда-то По-другому Ну Нет Ну Всякое бывает В конце концов Я просто Хотел дать понять Что тебе Ты можешь мне доверять Что я не Ну Ну Ты понимаешь Лави Ты больной Что ли Ты хочешь посмотреть Дурацкий фильм Или нет Да Да Хочу Окей Вы ставите кассету И смотрите давление Сейчас Секунду И мы переходим к Давиду Который Отправился В Один из баров Аарона Ротштейна Чтобы встретиться С гулем семьи По имени Фрэнсис Ты Приезжаешь на Фримен Трит Экспириенс Ехать было недалеко Вся улица горит Неоновыми огнями Толпы народу Заполняют Тротуары Не настолько Плотно Не так плотно Как на стрипе Но все равно чувствуется Ночная жизнь Когда ты Заезжаешь Вегас Вик Неоновый ковбой Улыбается тебе Когда ты проезжаешь мимо И ты Приезжаешь К бару Который тебя интересует Пересекаясь С самим Аароном И Ричи На входе Аарон Ротштейн Выглядит Похоже на Соломона И Деминика Просто Менее Менее симпатичный У него Чем выступающие Передние зубы Высокий лоб Вся Выглядит слегка Помятым Ричи Ты помнишь Мускулистая Горомышц В общем-то Эти двое Братья Когда вы Сталкиваетесь В зрях Аарон Улыбается тебе Эй Давид Привет Ричи Тянет тебе руку Я Пожимаю Ему руку И Сообщаю Семья Хотела Есть Меня здесь Сегодня Да Кто Они Переглядываются Слич Я Смотрю Вокруг Нет лишних Ушей Если лишних Ушей Нет Я говорю Что Фрэнсис Довел до моего Сведения Что Моё присутствие Крайне Необходимо Ну Если так Внутри Не Заставите Мне Компанию Ребят Не Мы На самом деле Как раз Собираемся Навести Твоего друга Гейба Направляемся Туда Так что А что Не так С этим Пидорасом Вау Они Ухмыляются Да Че Ничего Не так Просто Дружеский Визит Эй Я Оперирую Больше На самом деле Крэйчи Как бы Я Искренне Хочу Понять Скажем так С Гейбом Была Связана Некоторая Куча Говна В прошлом С Ричи Не была Связана Некоторая Куча Говна В прошлом И Из этих Двух Слагаемых Я хочу Вывести На то Что Ричи А не будешь Ли ты Таким Милым Другом Чтобы Рассказать Мне Какая Куча Говна Связана С моим Милым Другом Гейбом В этот Раз Братья Переглядываются Но Ничего Конкретного Не Говорят Да никакой Куча Говна Просто Заедем Проведать И Все Конечно Вы Окей Окей Ничего Не Произошло Просто Так Пара Моих Братьев Если Они Хотят Играть Это Таким Образум Я Им Подыграю Я Собираюсь Отпустить Их В сторону Гейба И Примерно Понять А Какие У меня Дальше Насколько Я Свободен Дальше В своих Действиях Насколько За мной Наблюдают На их Территории Ну Как Б Так Подожди Еще раз То есть Ты Все Ты С ними Расстаешься Ты Идешь Глубь Смотри С Ребятами Я Пообщался Я Нахожусь На их Территории Я Знаю Что Они Едут Гейбу Я Пытаюсь Оценить Насколько Я На их Территории Под Приглядом Окей Хорошо Ну То есть Я Сейчас Нахожусь В Такой Ситуации Когда Мне Двое Моих Родственников Сказали Что Они Едут К Другому Моему Родственнику И В Никаких Нормальных Условиях Они К Моему Родственнику Не Поехали То есть Я Априори Понимаю Что Если Они Едут К Моему Родственнику То Что То Где То Пошло Не Так Ну По Под Приглядом Как Б Сложно Сказать То Честно Говорят Ты Заходишь Что Там Ничего Никто Не Из Персонала Не Выбивается Никто Из Посетителей То Есть Там Как Не Висит Нигде Никаких Камер То На самом Де Это Выглядит Как Обычный Бар Вдоль Барной Стойки Очевидно Несовершеннолетние Группа Очевидно Несовершеннолетних Пацанов Которые Бухают Какой-то Дядька В кепке Сидит И Всаживает Мелочь В Машину Ничего Необычного Бармен Протирает Стакан Устала Глядя На тебя Никаких Окей Я понимаю Куда мне Надо Пойти Чтобы Поговорить С местными Которые Меня Что Зазвали За стойку Или На второй Этаж Куда Мне Надо Пойти Что На втором Этаже Офис В общем-то Став Окей Тогда Забивая На местное Будло На втором Кабинете Хорошо Ты Оказываешься В достаточно Пыльном Кабинете Где На столе Освещенном Маленькой Маленькой Настольной Лампой Сидит За столом Освещенной Маленькой Настольной Лампой В кучу Бумаг Сидит Сам Фрэнсис Широкий Достаточно Такой Кругловатый Кругловатый Дядька В круглых Очках Он Показывает Те приветственные Жесты Своей Большой Рукой Давид Ты Хотел Меня Видеть Упырь Нет А то Ты Хотел Меня Видеть Так Подожди Подожди Подождите Я сейчас Что-то Не понимаю И Ну В смысле Это Попытка Меня Пробить Или Реально Он Ты По телефону Ему Сам Сказал Что Ты Хочешь С ним Стреть Что-то Обсудить Он Сказал Что Ночь Не Очень Подходящая Ты Настоял Ты Приехал Сюда Так Стоп 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 Подожди Он Мне Звонил И Пытался Из меня Что-то Выдать На тему Того Что Происходило С С С Семьей Чего Это Он Мне Звонил Ночью Днем Пока Я Был Тебе Звонил Спросить Все Ли В Порядке С С С С С С Сказал Что Хочешь Что-то Обсудить Приехал Окей Мой Кошек Хорошо Извини Брав Продолжение следует